Память деятелей движения «Алаш» будет увековечена. Соответствующую резолюцию приняли в Астане участники Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Алаш-Урда. Создать казахскую автономию, законодательно закрепить право на свободу слова и печати, добиться неприкосновенности личности и всеобщего избирательного права для казахского народа – это лишь некоторые тезисы из программы партии «Алаш». В этом году исполняется 100 лет со дня ее образования. К знаменательной дате приурочили Международную конференцию. Приветственное слово от имени главы государства к участникам зачитала государственный секретарь Большарабды Каликова. Она заявила, что программа духовной модернизации Рухани Жангру созвучна с целью и идеями деятелей партии «Алаш». Празднование столетия со дня основания этой партии – очень знаменательное событие, которое мы никогда не должны забывать. Очень замечательные инициативы исходят от главы государства президента Назарбаева Нурсултана Абишулы по поддержке того, чтобы страна никогда не забывала о своей истории, своей культуре и своих героях. И в этом направлении вы делаете огромную, колоссальную работу, идет поиск этих героев. Много еще неизвестно. Лидеры «Алаш» реабилитированы перед народом и перед историей. Партию возглавляли лидеры национального движения, представители казахской интеллигенции Ахмед Байтурсынов, Паржах Абдулатов, Мухаммеджан Танышпаев, Алихам Букиханов и другие. И вполне закономерно, что была озвучена мысль о том, что основная идея партии «Алаш» заключалась в просвещении, говорят участники встреч. Через культуру, через просвещение, ее лидеры хотели донести до народа тот запах свободы, запах демократии и в целом запах освободительного движения, которое было на тот момент в стране. Идея о создании казахской автономии появилась не на пустом месте. Речь шла о сохранении идентичности и самобытности казахского народа. Нужно было защитить народ от бедности, сохранить нажитое имущество и хозяйство. А как это можно сделать? Выход был один – создать собственное государство, армию и защищать национальные интересы. Сегодня деятельность партийцев «Алаш» изучают на специальных факультативах, которые так и называются – «Алашеведение». Многие белые пятна в истории удалось восстановить, но еще предстоит большая работа по воссозданию имен партийных деятелей, которые работали на местах. «Была проведена большая научно-исследовательская работа, большая организаторская работа. И прежде всего надо уже открывать архивы прошлых лет. Они стали доступными у нас в Казахстане. Но еще есть очень большой пласт неисследованных материалов. Мы пока ведем исследование вообще центральных действий. А сколько было репрессировано людей на местах, на областном, на районном уровне, еще руки туда не дошли». Состоялся хороший диалог, обмен мнениями об исторической значимости лидеров партии «Алаш». Сложно недооценить их роль в становлении казахстанской духовности. По итогу Международной научно-практической конференции принята резолюция об увековечивании памяти деятелей движения «Алаш». Будет и дальше продолжена работа по изучению и систематизации их наследия, чтобы казахстанцы знали и помнили, какой ценой нашему народу досталась незыблемая независимость. Гаухар Сарсинбаев, Азиза Макулбаева, Ганил Шинбаев, Астана. Итоги дня.